Всем привет, с вами Pixel, мы продолжаем играть в группу на зоне зуба и сегодня, ребятки, будем смотреть шестые феромоны на баде в стиле рокобили Именно так называется скинчик, очень короткое название, очень Сегодня у нас будут шестые феромоны на нем, которые я прокачал буквально сегодня, да, тоже, и вот их буст Ну, можем посмотреть, конечно, пятые, да, чтобы отличить, да, радиус 6,2, длительность 1,3, радиус, кстати, побольше стал, да Ну вот, не знаю, на ком у нас сейчас есть феромоны, я бы даже, наверное, на вот этого подруги, шестые, понимаю Будет сложно найти, но мы справимся, да, нет, в скобочках Ладно, давайте попробуем, как-то все-таки это сделать, можно бобре, шестые Почему она выходит именно сюда, почему нельзя выйти в менюшку, а, я же захочу с менюшки, но что за гениальный гений, блин Пятый, вот, у Брюса пятый, там было 6,2, 1,3, здесь 5,0, 1,1, ну, такой себе пуст, но чувствоваться, наверное, будет, надеюсь Ну, ладно, погнали, очень смотреть бадим Три легендарных предмета, ботинок из вампира Из этой сборочки мы отправимся на железо-дорогу, будем летать и умирать План Капкан, без уколы длинни, играть на баде очень весело Опять же, почему? Потому что у него есть имбовое здоровье, 16 тысяч Это вам не 10, хотя бы Как у некоторых, да? Чтобы понимали, вот, 19-й бак, у него 18 Ну, то есть, у баде, посчитайте здоровье, как у бака, да? Нормально? Ну, наверное, да, наверное Ну, в общем, баде, хотя бы, может, иногда где-то выживать Поэтому будем сегодня это делать Кстати, вот 7 на 7 запустили для центрального зоопарочка Ну, там, даже такие карты просто, но не сделаны, да? Костыльная фигня, непонятно вообще, зачем выпущенные Ну, ладно, ладно Что такое, знаете, гениальность разработчиков? Мы ее никогда не поймем, к сожалению А хотелось бы Хотелось бы Возможно, тогда мы смогли подобрать какие-то слова Которые они все равно никогда не прочитают, да? Которые могли бы что-то изменить Ну, да Как-то повлиять на гениев всегда бы хотелось Так, ну что, взлетаем Феромоним Наносим урон ядом, чтобы побыстрее убить, да? Подлутаем немножко полезного, так сказать Лута всякого разного Пока Брюсик убивает наших противников Ехидна Блин, у нас доном Понимаете, все животное на Ехидне забрал Леган Дроп Вот как с этим животным играть? Вот как с таким животным играть, а? Вот, видите, феромоны, да? Минус мозг Просто минус мозг У нас в команде есть 4 игрока Которые 100 раз бы лучше сыграли Для Доны замедляю непосредственно Чтобы она могла себе сейчас наносить Себе сама наносить урон, да? Хотел сказать Нет, чтобы она могла просто делать урончик Дона, да? Красивый Блин, не достал Чтобы просто у нее были такие возможности Брюсик, кстати, тоже замедлил По итогу Ну, тут будем добивать Переключение режимов очень круто работает К счастью, у меня очень сильная команда в это распопалась Но противники тоже, кстати, интересные Не самые слабые, скажем так, да? Видите, да? Не самые слабые уровни Самые слабые игроки по скиллуке Но просто Просто не вывозят Не вывозят, мы слишком сильные Залутаемся Подкинем урончика Залетим, ядно кинем Кенгуру замедлим Видали, копье долетел автоатакой? Вот Правильно нажатые кнопки Решают все Жаль, жаль, Дони скилл недостал Потому что какой-то гений Ноярик решил спасти Ну вот как-то так Вот она, видите? Адекватная команда, как выглядит Причем не самыми плохими противниками так-то Не с нубами каким-то Хотя, ну опять же Они отыгрывали очень много по одному Из-за этого, по сути, у них были все проблемы Плюс мы, наверное, слишком сильные Слишком сильные Я прям по размеру больше, чем Дона Получается Довольная божья коровка, так скажем, да Ну, Штемкс, феромоны смотрятся Интересненько, да Все-таки его, знаете, микробуст, но он чувствуется Он реально чувствуется Даже если вы его не чувствуете, он работает И он заметен Потому что, когда Так, надо бочку сбровать Багрить одну, да? Возьмем штуку прекрасно В виде капкана Потому что, когда вы деретесь Вот эта дальность, она иногда зарешает Вот этот микро-процент ее, да? Там сколько? 0,2 вроде бы, или 0,3 дальность Да, добавилась Опять же Время действия тоже 0,2 секунды добавились Но Это считать 1,5 секунды Смотрится, конечно, так себе Но где-то это тоже зарешает Вы знаете, у нас в игре Иногда, как говорится, ты взлетаешь, да? Еле-еле досал до противника Тебе еще надо до него добраться То есть с феромоном ты заферомонил А достать ты еще до него оружием не можешь К примеру, всем, да? И тебе нужно чуть сблизиться Чтобы это все заработало красиво И вот ты как раз за эту секунду сближаешься И вот эти 0,2 секунды Как раз могут зарешать В этом плане Ну, в общем, разные моменты есть Где эти 0,2 секунды могут зарешать Опять же Через тех, которые прыжками феромонят, да? То есть они вначале прыжка феромонят, да? И нужно долететь этим прыжком еще до противника Чтобы феромоны еще в этот момент действовали И вот только тогда они его заферомонят Ну, короче, это очень сложно все дело, поэтому нужно, чтобы даже вот эти 0,2 секунды, они все-таки чувствуются в этом плане. Идем дальше. Пока что Байди себя красиво показывает, особенно переключение режима смотрится очень жестко, как вы заметили, да? Ведь этот яд прямо это имба какая-то. Ну, вот сделали очень интересного персонажа, на самом деле. При этом очень имба в правильных руках, да? Потому что урончик он закидывает нереальный. Больные животные, конечно же, отбирают у меня легендарный дроп. Но это будет всегда, ребятки, происходить, вы же знаете, это же игра зуба. Я же не могу выдавать здесь баны, когда... Хотя бы мне очень хотелось. Это, знаете, вот, кстати, было бы круто, как в дотке, как в каэске это делается, да? Ты кикаешь с боя гения? Ну, отбитого, да, гения. Из-за него играет бог. Вот я бы, знаете, вот вижу такую команду, в начале боя такой, кикнуть всех. Примерно так бы это выглядело, без шуток. Примерно так бы это и выглядело. Наша задача сейчас немножко позамедлять, кого-то подловить и добить. Черепашка гений принял весь урон. Не знаю, зачем он принимает весь урон, конечно. Ну, он же гений, да? Ник сделал выстрел с легендарного лука. Мне, кстати, надо сейчас вернуться. Хотя надо бы отхилиться для начала. Понимаете, в этом проблема. Нужно... Ох ты, гений. Так, за и выедились немножко. Все, погнали с этим гением, который думает, что ему все можно. Больное животное. Ну, вы посмотрите на, ну. Как он выжил под Бадди, который приземлился с золотым луком. Как он мог выжить? Это физически невозможно. Долбаные подкрутки. Как же они бесят. Гением дают возможность выживать там, где они не могут выжить физически никак. Бесят. Вот это вот самое большее бесит. Да, я не спорю, как бы это важно в игре, чтобы... Ну, в игре, в которой нет баланса, чтобы любой уровень мог драться против любого уровня. Но, блин. Ну, такой бред просто. Это так бесит просто. Вот. Оно реально, лучше бы этого не было. Лучше бы реально рейтинг как-то... Ну, это бы добавило баланс в рейтинге, если бы не было этих подкруток. Потому что более низкие уровни не могли бы подняться более высоко. А более высокие уровни, наоборот, могли бы. Эти гении, это просто нечто. Просто нечто. Надо было, наверное, оставить панду, пусть бы он у всех убил здесь. Было бы лучше. Так, там еще где-то склад остался. Склад остался, это жестко. Причем, заметьте, даже килл от панды не мне ушел. Прости, Брюс. Вот видите, да? Лук снес почти фу-здорове Брюсу. При том, что я приземлился, там еще он ушел... Пошел урон от яда, раз, да? Урон от приземления, скорее всего, не пошел. То есть урон от яда, урон от гранаты. Потом только лук. И потом только я копнем добивал. Тут я сейчас делал немножко ошибку. Ну, я, как видите, дожимаю, да? Видите, мои союзники, да? Гений. Я имею в виду, конечно, в союзниках никсов. О, вот это промах был. Это было обидно. Это было обидно сейчас. Аниксы уже сдохли? Нет, они просто бегают, игнорируют замес. Животные больные. Как же мне хочется их забанить. Вот, ребятки, вот, знаете, вот, весь бой эти животные мешают играть. Мешают что-то делать. Мешают во всех аспектах игры. Просто весь бой. И знаете, как это обидно выглядит? Вот, просто настолько обидно. Ай, мне слов нету просто. Мне просто нету слов. Этим двум бы, я бы такой бан бы выдал навсегда. Ну, как говорится, сделать этого я, к сожалению, не могу. Вообще не могу. А жаль, очень жаль. Интересного разработчиков есть такая возможность вот взять, играть в бой, потом... Ха, играть в бой, разработчики. Ах, смешная шутка, да? Да, да, люди, которые никогда в зубы не заходили. Вот кто это, разработчики зубы. Нет, не, конечно, не все. Скорее всего, есть нормальные разработчики. Я тут даже... Хотя, мне кажется, у нормальных разработчиков уже сил нету в это играть, на мой взгляд. Потому что, ну, выписав себе, в эту игру играть, да? Быть разработчиком. То есть, ты понимаешь, что ты можешь это все изменить, но тебе запрещают это делать. То есть, ты не можешь сделать нормальные группы, что ты просто гений в руководстве мешает это сделать. И ты такой, да... Вот она вся правда. Ну, на мой взгляд, именно так это выглядит. Вряд ли там обычные работники, ну, которые хоть где-то там что-то делают, да? Вряд ли они не видят всего этого бреда, который в игре происходит. Вряд ли. И никак это изменить не хотели. Я бы, думаю, они бы очень хотели. Ну, если бы они играли, наверное, да? То есть, если я не играю, то они по-любому бы хотели бы изменить этот весь бред балансом со всеми аспектами игры. На 100% хотели бы. Но, как я уже говорил, есть там гении, которые мешают этому всему делу. Мешают стать игре зуба нормальным, к сожалению. Печально. Печально, ребятки. Плакать хочется. Когда ты об этом понимаешь. Раньше я об этом не задумался. Но теперь-то я все понимаю прекрасно. Хотя, на самом деле, у меня никаких подтверждений этого всего нету. Это гениальность гениев, да? Но не может же быть все просто так, да? Не может же быть все просто так. К сожалению, ничего просто так не бывает, да? Блин, панда, конечно, душнила. А, оплик. Легендарное копье. Сюда. Сюда. Как это мне нравится? Как же мне это нравится, эта гениальность. В игре зуба. Как же она мне нравится. Панду добила Джейд. Ладно. Павром отжать из легендарного копьева. Она мне будет выгодная. Да, будет выгодная. Я смогу в дальнюю дистанцию играть. К счастью, эти гении его даже не ожидали. Поэтому отошли чуть подальше, чем нужно было. Я смог отжать легендарного копьева, гениев. Видали лет мне за контролю, да? При том, что я был за его спиной. Смотрите, кстати, на замедление Бадди, да? Нимба. Не, не имба. Просто такая нимба. Лук впритык. Лук впритык Брюса. Ноль урона. Понимаю. 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 Просто жесть какая-то. А не игра. Просто жесть. Батя. Просто Бадди, Батя. Ну, персонаж Мбак. Персонаж Мбак, когда ты его просто переключаешь, когда ты воспользуешь всем аспекты в нужное время, в нужном месте, это вообще такая жесть. Такой доминантный персонаж получается. Особенно над гениями, которые думают, что сейчас убегут, а ты им замедление, сейчас убьют, а ты им урон, сейчас, сейчас что-нибудь сделают, а ты им контроль с феромонов, яд сверху, щиточек на себя тыкает. Опять же, Бадди, когда переходит в режим, ускорение получает, когда переходит с режимов. То есть, ну, вот персонаж прям обладает огромным количеством бонусов, да, которые дают, ну, силу, силу нагиба. А вот и гений. Гений, ты убежал? Нет, гений пока что еще не убежал. Пока не переходим в другой режим, потому что этих гениев догонять в другом режиме будет, ну, очень весело. Особенно Никса, да, вы знаете. Поэтому, хоть, возможно, доплатили он бы позволил убить Никса раньше, но... Но гении, к сожалению, мешают. Ну и что? Где этот лев-гений? Ой, волк-гений. Ну что, волк-гений, далеко убежал? Вау, как же ты убежал, как же ты хорош. Он все-таки убежал, зараза такая. Посмотрите на эту заразу. Как же он бежит? Как же он бежит? Там сандали цветовый еще. Ой, гениальный забег. Что ты гений? Своего сызника не будешь, да? Да, вот это гений. Зашел в зону, чтобы взял вот эту птичку. И умер. Вопрос, зачем он бежал все это время? Кстати, заметьте, сколько килов сделали командой. При том, что у нас один еще и умер. Неплохо. Так вот. Вот такой. Зачем же он забежал в зону, после того, как он столько времени просто бегал? Надо подумать, надо будет, зачем же он сделал? Наверное, потому что он гений, да? Совпадением. Конечно. Очередное совпадение случается, да? Наверное, мы уже продолжать играть не будем, потому что бадди, как вы заметили, ну, слишком хорош. Слишком нагибает гениев. По крайней мере, нашли с дороги прям чувствуют себя отлично с этой сборочкой. Опять же, бицушечка, да, сами понимаете. Витаминчики шестые, кстати, 35% регенерации имба. Ну и... Да, еще бицуху бы на шестой прокачать было бы красиво вообще. Было бы здесь 3,3% или 3,6% усиления. Ну, то есть бадди бы усилился еще больше. Я буду сюда еще пихну кассетку, но куда, куда уже не влазит. Еще около дрели туда пихнуть и дефибриллятор. И, возможно, бадди был бы уже хорош. Еще самый дефибриллятор пихнуть, создали все то, чтобы... Не, ну, создали все то, не надо. Хотя плюс-минус, наверное, надо. Еще бы молотова в 3 на 3, да, запихнуть туда. И, в принципе, нормально. Ну, халатик там, скопим, чтобы чуть-чуть пополезнее быть, да? И вот уже 15 лотов готово, да? Ну, а че? А че нет? А, в принципе, основной бадди. Ну, трубы ракеты еще нужны, бинокль, ну, косады. Так бы можно было бы все напихнуть. Ну, бадди вот персонаж, которому прям все хорошо посмотрится, все хорошо идет. И ты как бы, вот если все запихнуть, прям смотрится жестко. Ну, так, наверное, на каждого будет смотреться. Но почему-то на бадди вот ощущение такое, что прям это... Вот каждый бустон чувствуется. Ладно, на этом будем заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставьте комментарии, качайте бадди, открывайте на него перебытный инстинкт и нагибайте. Ну, если вам повезет, конечно, достаньте феромоны когда-нибудь, но если не повезет, ну, что ж поделать, ребятки. Ну, а чтобы феромоны отставать, вам нужно 1400 рейтинга брать. Для этого нужна сильная активная команда, которая будет каждую неделю поднимать рейтинг. Из плюсов сейчас это, если вы берете 1600, то вас автоматически сбрасывают на 1400. И вам просто нужно взять еще 200 рейтинга. Это несложно, но сейчас, когда ситуация с начислением рейтинга изменилась, и он превратился в мусор в командных боях. Командные бои это, по сути, единственное, что держало игроков в игре зуба. Потому что, ну, вы знаете, играть командой намного интереснее, веселее и все остальное, чем играть в соло. Все-таки во многих аспектах, да. И душины, душины, блин, душины нету и все такое. Поэтому, то, что разработчики сделали игру вот так вот, это убийство игры. Убийство социальных аспектов игры и всего остального. Почему? Потому что они гении. Вот и все. Я это открыто говорю. Не знаю, когда меня удалят с партнерской программы, но когда-нибудь это точно случится. Такие высказывания. Но пока этого не случилось. Что ж, что ж. Будем говорить правду, как есть. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте, играйте на Супер Мбе Бадди. И всем пока-пока.